Начинаю сенсации. 30-го июня меня позвал в Чернобай, уже хорошо знаете, лично самостоятельно, это не мой ученик, если бы меня даже не было на свете, все, что вы видели до того, у него было бы, все в руках расцветает. Но, занимаясь в основном картинами, он пошел в самый короткий путь, посмотрите, у меня как получалось, попытки и сеянцы были на первом этапе, все было и прививки. Очень сильно обидел я нескольких самых известных в России садоводов, особенно абрикосоводов, кто 40, кто 50 лет положил на то, чтобы вырастить абрикосы, ну, может быть, лучше этих, что на экране, но путем наносительных пересевов, отборов и так далее. И, когда я буквально нащупал этот путь, в одних случаях удавалось сохранить крупность, ну, 50-60 грамм, согласитесь, это чудо, это уже за пределами, практически за пределами науки. Это есть предел. А потом я нащупал еще путь их увеличения, а потом еще обосновал это теоретически, за что еще получил много пинков, злоба и прочее. Главное за несколько лет, за считанные годы, 10-20 лет, это все-таки не 30, не 50. Видите как. Так, значит, а сына Бая, кто-то вообще, это, вот я говорю, художники, они вообще какие-то странные люди, ну, буквально в руках у них еще расцветают. Отдельно посадил лосточки Бая. Сейчас теорию подведем, да. Посадил себе молча, мне ничего не говорил. И уже у него были урожаи первые, а деревьям около 10 лет, 8, 9, 10. Точнее, не смог определить по этим, по ярусам. И оказалось, три из них копия Бая, то есть они абсолютно ничего не потеряли, ни курс, ни расцветку, ни крупность. Об отечении речи нет, а? Ольга Сахова, Наталья Медведевна, вы же попали на язык. Ладно там, раскрепление, вы же никогда не извинитесь, это понятно. Ну, отказаться от этих самых формулировок сто лет назад, что ложь, мошенничество, судички. А это самое интересное, казалось бы, вот, их пользу. А три культурнейших получились, такие же Бай. Это долгий разговор, но на что я делаю, я не виноват. Так, кто за другим ко мне обратился, кто смотрит по другим поводам, пожалуйста, виноват Чернобаева, его и ругайте. А я же не могу упустить такой момент. В одном из четырех случаев наши дамы оказались правы. Фактически это жердель. Но кто сказал, что жердель это дичок? Я на Украине обжирался, я их не ел, я же с Норильска приезжал. Я не ел их, я их жрал. Понимаете? А сейчас я уже опять вкус забыл. Да мои еще две-три недели, четыре позднее вообще в августе будут. То есть еще через месяц, позднее созреть. А я всем набаиваю, вот, тридцатого числа, я жрал, жрал. Я фильм создал, вы фильм уже видели, человек там, несколько сотен, видели. А теперь давайте, ну что, давайте аплодируйте сами себе. Чтобы уже, в данном случае, не уже лизал. Ну пусть чернобаева, мы два супогопара, потому что у нас одинаковые. Вот. А он получил в одном из четырех случаев все-таки жердель. Это, ну, вы сами знаете, жердель несколько понять. Одно из них подходит. Вот. Но не дикарь, он культурный. Еще раз. Они не имеют вот эти плоды. Кислотность ноль. Ну, если есть, я не заметил. Наверное, потому что очень соскучился за целый год. И дубовость или там горчинки ноль. Не самые сладкие. Конечно, не королевские. Конечно, не рыжие. Но, тем не менее, они, эти самые жердели, культурные. Я их отношу к культурным. Для меня не культурные, это когда, допустим, кисло-сладкие, кислое. Вот. Ну, Джорис мой, патриарх, первого года был такой. И, наконец, теория. Итак, в школе проходили... Откуда я Менделя знаю? Со школьного учебника. Вы проходили в школе, в средней школе. Меня мордой тыкали в своем металлург. В школу качали. Итак, папа, мама. Три культурных получилось. Четыре посадил. А один к жердель. Так. Три к одному. А? Закон Менделя. Сохранился? Сохранился. Ой, как мне, чё ли, над Менделем-то и девался, называя гораховодом? Вот. Случайно, не случайно, но закономерность подтвердилась. Три культурных, один, ну, скажем, полукультурный. Ну, что, девчата, извиняться будете? А? Нет? Не будете? Ну, хотя бы перестаньте эту херню молодить-то. Перестаньте искать цитаты сто лет недавности. Сто лет этим цитатам. Я же взял это, скопировал в Янтексе, вот они, пожалуйста. Три к десятке, пять к десятке, говорю, да, кто это тебе? Слово в слово. Ну, своё-то имейте, а? А почему я к ним обращаюсь? Да сколько же от вас вреда-то может прекратить это делать-то? Ведь мне же надо продать несколько тысяч, а лучше бы несколько десятков тысяч культурных. А вы на канале, где миллион с лишним подписчиков, пишите, что Железов – это. Нет, ну, считайте, если это лучшее мошенничество, то, значит, Железов – уголный мошенник. Правильно перевёл? Ну, над вами скоро все смеяться-то будут. Ведь пройдёт всего две недели. Я снова, а с этого, вы видели, три ещё с зелёными плодами. Бая, вот они, раз, два, три. А четвёртый – вот этот, да? Но те-то я тоже сфотографирую, и те тоже самое, я больше не буду стоять и говорить то же самое. Ну, как вам надо? Вам же надо натыкать вот ваши красивые личики. Ну, как иначе-то? Понимаете, это мой тревог. Чернобаеву надо фляжку ставить, как у нас на Украине говорят. Сусид с тобой фляжка. Нет, сводопляжка. Поехали дальше. Я взял… А, сейчас закончу этот разговор. Итак, 200 косточек вот этого вот. Я его назвал «Сверхранний сеянец абрикоса бай». Сеянец. Всё по-честному. Сверхранний. Вы дату видите, отдел фотографий уже у себя на подоконнике. Так? А в фильме я говорил, что сегодня 30 июня, правильно? А половина из них уже лежала на земле. То есть 25-30 июня созревание полное. Вот так, друзья. Это настолько вопиющий случай. И учёба продолжается. Я всегда говорил, не брезгуйте ранними сортами. Или там… Ну, сорта уже… Сортами-то называть стыдно. Это у них формы. Это самое… Эти самые… Формы-образцы. Называйте, как хотите это. Просто образцы. Но, пожалуйста, их не брезгуйте ранними. Сейчас объясню, почему. Это только кажется, что у меня опыт богатейший. Всё-таки пусть не 50 лет, как кто-то там, или 60. Но 38 лет позади. Что я за это время увидел? В одних случаях убивали ранее. А этот взял Чернобаев. Я его хотел застрелить. Ну, это… Ружьё. Ну, всё-таки ладно, поживёт. Он спилил полностью, вырубил лучший свой абрикос под названием «Академик». Вот с такими плодами из моего сада, перенесённый в виде чернока. И с небольшими ружьями. Некоторые там большие. Огромные. Вот. А зачем мне столько? Вы знаете, этот человек живёт в другом мире. А зачем мне столько плодов? Это потом я ему сказал. Вот косточки рыжего все мне. У меня рыжий переделанный. А он его ещё раз переделал. Почему он у него слаще у меня? Хотя ветка от меня. А вот спросите его. Он подумал, что художник. И вот получилось, что академика он лишний. А уже после этого я сказал, будешь моим этим пайщиком. Вот. У меня сейчас пианист. У него два-три абрикоса уникальных. У меня сейчас этот Филиппиев. Помните поздний Филиппиев? Это второй мой пайщик. Третий. Тотаров. Лучший коллекция шлиф. Три. Да. Чернобавик четыре. Я пять. За эти пределы я не выхожу. Я вам показывал в прошлый раз эти самые. Купил на рынке жёлтую черешню. Вот. Косточки выбросил. Богом поклялся. Не попадёт она к вам в посылках. Раз. Но у пианиста жёлтая черешня Боднера. А так. Попадёт. Он мой пайщик. Ну, зовём это уже как-то какую-то структуру такую. Вот. И всё по-честному. Не с рынка. Где, а обязательно. Я был, когда... Мне жизнь заставила 50-60 раз есть в Бакан. Я возил тяжело раненого человека. Да. Возил, ждал, возил, ждал. Я изучил весь рынок от скуки. Я подхожу, вижу роскошный абрикос. Но меня удивило, какие они все одинаковые. В наших садах они всё разные. Даже на одном дереве. Какие-то упали. Какие-то это. Я говорю, откуда местные? Давай пытайте. Я говорю, я хочу знать. Я возьму там чернуки. Я заставил человека сознаться. Что он продавал узбекские. Дошло до того. Ура, ребята! Узбекские абрикосы называют майнскими. Майна – это где творил Бородич до своей смерти. Где сейчас живут, здравствуют жестовские. Представляете? Вот. Левицкий, Сошников – это майна. И вот человек выучил слово майна. И я заставил осознаться, что это Средняя Азия. Дошло до того, что они теперь под нас. Это как-то в канале. Поняли меня? Почему я так долго говорю? Дело в том, что времена изменились. Два года назад люди ездили, спрашивали в ящиках моря. Откуда такая роскошь – персики, абрикосы? Помните мы это? Это мне люди рассказывали, несколько человек. С хозяйства Железовского. И все, что они знают. То есть место. То есть мы теперь… Они теперь уже знают, что у них все отравлено. У них все это… И что они живы только потому, и те же абрикосы. Потому что их зелеными снимают. Они у дороги дозревают. Вот так вот. И вот такие случаи привели нас к тому, что сейчас я… Еще немножко наблюдения, и получается. Не обязательно это… Когда созревают… То есть когда начинаются завязываться плоды, в это время заморожек, и сады пустые. У меня было два случая. Года уже совсем не помню. Мы их легко восстановить, потому что у меня же даты есть на всех фотографиях. У меня было два года. За последние восемь лет. Полный ноль. Я как-то смеялся, когда один абрикос нашел на одном дереве. В котором почему-то созрев. Может быть, та косточка и была уникальна, но я тут же это… Ну, шад на кое выбросил. А получилось как? Первый раз на 22 апреля. Памяти у меня нет, но это был день рождения Владимира Ильича Ленина. Я запомнил, как ударил мороз в минус десять. Все в цвету. Другой раз это было 9 мая. Кто не знает, что такое праздник 9 мая. И опять минус десять, все в цвету. И все пропадает их. Маджурсу. А, Маджурсу было там, ну, скажем так, стыдно говорить, несколько лет. А этих вообще не было. И это несмотря на то, что они вроде бы разбег у меня есть. И я пришел к выводу. В саду обязательно надо иметь позднее. Помните, что у меня поздний тот, тот, тот. Несколько сортов я называл поздних. У меня Серафим поздний, и Супер Серафим поздний, и поздний Филиппио. Спасибо, Филиппио. Памятник Жмоба надо ставить. Уникальному садоводу. В пять пальцев загнул. Шестой, по-моему, палец. Или я уже говорил про него. Короче, поздний Филиппио. Поздние сорта надо иметь. И сверхранние надо иметь. Почему? Пронесет. Раз. Позднее попадает под мороз. А раннее уже чуть-чуть стоило завязать плодом. Песек, тычинка уже отработали. А это самая нежная вещь. Абрикос это самая ранимая нежная вещь, если брать 365 дней в году. Вот эти несколько дней. Завязались, уже могут выдержать. Значит, получается, имеете сверхранний, просто абрикосы, и сверхпоздний. Вот вам предлагается 200 косточек. В новом каталоге цена 30 рублей. Вот. У меня в доле чернобаев на 200 косточек и заработаем немножко. Как это будет выглядеть? Косточки готовы. Это первое, что я вам сейчас предлагаю. Они уже выбракованы. То есть... И получилось, что высушены, выбракованы. Это обязательно. Это святое. Вот. Ни одной косточки бракованной к вам не попадет. Я привык всегда. Ну, как? Ну, как? Столько кругом лжи. Мне по-другому приходится креститься, молиться, что я вас не обманул. Итак, 200 косточек вас ждут. Первый, кто заявится. Может быть, сразу после этого. После этого вебинара. Субтитры создавал DimaTorzok